Век навороченных гаджетов, активный отдых и общение приобретают особую ценность. И здесь на помощь приходит спорт, который объединяет, воспитывает командный дух и позволяет почувствовать себя победителем в реальной жизни. Молодым людям нужно показать, что есть какие-то альтернативные виды проведения досуга, современные виды проведения досуга. Ну и важно, потому что это свободное время ребят, за которые тоже нужно бороться. В московском районном БРСМ выбрали «Лазертак». Эта военно-спортивная игра стремительно набирает обороты. Она прекрасно подходит для тех, кто любит активный отдых с элементами драйва и не привык днями напролет чахнуть у монитора компьютера, заполняя этим весь свой досуг. Игра очень классная, развивает. Она как бы спортивная, в различных играх компьютерных. Ты играешь, сидишь за клавиатурой, а здесь бегать надо. Спортом? Спорт. Очень интересная, увлекательная игра. Очень интересно, ну, не то чтобы в компьютерные игры поиграть, а самому поучаствовать, ну, в реальной жизни, ну, то есть поиграть, побегать там. Свои новые ощущения получить. Экстремальных ощущений в динамичной игре действительно много. Способствует этому и обстановка. Клуб «Альфа» сотрудничает с БРСМ недавно, но идею проведения молодежного чемпионата здесь поддержали и приняли на своей площадке 40 участников из 10 команд. Ребята должны понимать, что есть в Бресте отдых не только какой-то стандарт или еще что-то, но и вот такой вот активный, полезный, наверное, физический, ну и командный дух поддерживать тоже нужно. Отыграв районные баталии, московскому БРСМ пора готовить команду к городскому чемпионату. Традиционно он проходит весной, так что время для выработки тактики и стратегии у москвичей и есть. Ирина Ольшова, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.